Привет, с вами Велсаком. Больше года назад, в самом конце 2016-го, китайцы из Xiaomi представили Mi Mix. Это тогда был просто какой-то ёба-смартфон. У меня есть ролик, который так и называется. 6,4 дюйма безрамочный, и он был красив, приколен и так далее. Мы сделали распаковочку, она собрала дохрена просмотров, и теперь самое время распаковать Mi Mix 2 и сделать на него обзорище. Ну-ка, зашлите мне коробочку, пожалуйста. Я... содрал кожу. Злой ты, Женя. Надо тебе яйца что-нибудь отапшить. Поехали. Отсылочки для тех, кто понимает. Ну вот вы знаете, какая фишка? Ну, Mi Mix 2, как бы он продолжение первой версии, улучшенной, на новом железе, с доработанными фишечками, это понятно. Но как-то не вызывает он во мне бурю эмоций такую, чтобы, знаете, прям хотелось распаковывать с горящим видом, типа... Мне вот тут одна посылочка прилетела. Во! И она как-то вызывает во мне больше, вы знаете, эмоций, чем нежели вот эта коробка. Здесь такая полная дичь из серии, как мы с вами любим. Надо аккуратненько отключить, чтобы не повредить. Здесь, друзья мои, куча баллончиков с спреем, который очищает поверхность, это понятно. Вот такие тряпочки замечательные. А все это нужно для вот таких вот наклеечек. И это специальный винил, который превращает наш iPhone 7 Plus или 8 Plus в некое подобие iPhone 2G. 10th Anniversary. Напишите мне в комментариях, если интересно, наклею, покажу, как это выглядит. В общем, иногда вот такими охреновинами я себя балую. Но это, конечно, здорово. Но вы же пришли вот ради этого. Не буду вас обламывать. А почему коробка открыта? Признавайтесь, кто уже? Зыркал. Скрытая коробка. Во-первых, сверху нас встречает вот такая замечательная надпись, где сказано. Для настоящих исследователей, которые стремятся к бесконечным возможностям. Непонятно, к чему это сделано. Короче, для всех тех, кто хочет чего-то действительно интересного и нового. Это Mi Mix 2. Дамы и господа, USB-C провод в комплекте. Зарядочка, адаптер, конечно же, быстрая. Как ее достать? Китаец, который это делал. Я понимаю, что у вас каждый миль дюйм процесса, прогресса. Это здорово. Как достать адаптер? Как? 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 Ножичком его подковырнуть? Не, я не шучу сейчас. Я даже не прикалываюсь. Его просто физически не достать, потому что вот эти вот непосредственно вещи уходят в углубление. И выдернуть его вот так не представляется возможным. Только можно вот так сделать. Вы чувствуете, да, что я немножко предвзят к этому смартфону? Ой, еще и золотой. Ой. Ой-ой-ой. Mi Mix Designed by Xiaomi. Ну, так-то красивый. Так-то красивый. В руке лежит приятно. Если здесь что-то еще интересное в комплекте, тянем... Я вас понял. Тянем за эту штучку. И достаем конвертик, в котором мы находим... Вот это мне нравится по красоте. Во-первых, чехольчик. Это вот, знаете, я начал радоваться таким штукам, потому что для китайского смартфона найти чехольчик будет достаточно сложно. А здесь он красивый, и вы сразу телефончик упаковали, и он у вас в сохранности. И... Ооо, чехольчик вообще топовый. Вот к чехольчику у меня претензий нет. Во-первых, очень приятный на ощупь. Во-вторых, очень тонко облегает непосредственно устройство, не закрывая его безрамочность. То есть, зацените, вот это у нас iPhone X в чехле оригинальном. И он так выпирает еще. Понятное дело, что это защищает в случае падения, но выглядит не очень круто. И это Mi Mix. Чехла вообще не видно. То есть, он реально крутой. Также, поскольку китайцы вслед за Apple отказываются от 3,5-мм разъемов, здесь у нас переходничок, скрепочка и больше ничего интересного. И вот здесь самый интересный момент. Меня часто ругают за то, что типа, Валя, ты нас что-то обманываешь, свою аудиторию. Ты на обложечке видео, я захожу, начинаю смотреть ролик с тобой. Пельмешки уже заварились, чаек уже остужается. Сел такой, зарядился, значит, позитивной энергией. Думаю, сейчас посмотрю обзор. И тут бац, какой-то другой чувак. Как так вообще? Я не хочу вас огорчать в этот раз, поэтому этот обзор продолжит Ваня Лучков. Память 64 гигабайта, оперативная 6 гигабайт, экран 6 дюймов, Full HD+, Snapdragon 835, 3400 мАч. Все очень достойно, на самом деле. Но вот знаете, как бы мне не вызывает реальные эмоции. Все китайцы, на самом деле, я... Некоторые, да, о которых я вам рассказываю, все это искренне. Меня часто упрекают, типа, ну вот реклама продался. Ты говоришь, что Android говно, а потом рекламируешь нам какие-то девайсы. Я делаю это искренне, когда мне нравится, я с удовольствием об этом рассказываю. Если телефон меня чем-то зацепил, то да. Вот этот Mi Mix, я даже верю, что он крутой, но он очень похож на первый для меня. То есть я весь свой кайф словил, когда распаковывал первый Mi Mix. Второй, это просто улучшенная копия и, типа, ну в чем прикол. Поэтому, собственно, два момента. Во-первых, рассказ про эту историю продолжит Ваня Лучков, потому что ему понравилось. И он с удовольствием поделится с вами своими эмоциями. А во-вторых, я его разыграю. Ну, мне просто реально не нужен, поэтому отдам вам, кому он будет более полезен. Все, что нужно сделать для того, чтобы принять участие в нашем конкурсе, как обычно, быть подписанным на канал, поставить лайк этому ролику и оставить один комментарий. Через неделю после этого видоса, наверное, вместе с экраном для PS4, мы разыграем вот эту радость. Ну, а Ваня Лучков, который реально расскажет вам о том, что ему нравится и не нравится в этом устройстве, продолжит видос. Всем привет! Сегодня говорим про Xiaomi Mi Mix 2. И я начну сразу с его минуса, ведь мы все привыкли, что все рассказы по смартфону начинаются с сильных сторон, а потом в самом конце вот так аккуратненько внедряются ложки дегтя, чтобы как-то сгладить углы у этого устройства. А мы начнем прям сразу. Самая слабая сторона этого смартфона именно камера. Камера является самым слабым звеном этого, не побоюсь того слова, замечательного смартфона. Во-первых, очень странно, что самый топовый смартфон компании Xiaomi оснащается одной камерой, когда они уже внедряют две камеры в свои самые дешевые устройства, самые доступные устройства. Если говорить про камеру Xiaomi Mi Mix 2, то по качеству изображения и съемки она приблизительно такая же, как основная камера у смартфона Xiaomi A1. У довольно доступного смартфона в ценовой категории не выше 15 тысяч рублей. И это очень как-то странно и вводит меня в диссонанс. С одной стороны, у меня просто невероятно красивое устройство, а с другой стороны, почему-то на камеру просто наплевали. То есть к ней относились очень посредственно. У меня есть теория, почему так произошло. Мне кажется, что здесь компания сконцентрировалась на дизайне этого смартфона. И именно дизайн стал какой-то такой вот непонятной вещью, которая повлияла на, скажем так, даунгрейд что ли камеру. Во-первых, она одна и действительно, если добавить сюда второй глазокамеры, то он бы смотрелся бы не так красиво. Тем более, что за разработку дизайна этого смартфона отвечал сам Филипп Старк. Очень популярный дизайнер французский, о котором мы немножко позже поговорим. У этого смартфона все очень посредственно с точки зрения детализации, зато все очень хорошо с точки зрения шумов. Особенно в вечернее время суток. То есть камера, ну прям очень средняя. И даже наличие второй вот селфи-камеры, ее расположение говорит о том, что здесь боролись за каждый сантиметр в этом смартфоне и присобачили ее в такое место, в котором она в принципе не должна быть. Она находится вот здесь. И когда вы включаете камеру для того, чтобы сделать селфи, то что вы видите? Конечно, вы видите свой третий подбородок. И для того, чтобы сделать нормальную фотографию, сам смартфон вам говорит переверните его вот так. И это уже как-то противоестественно. Чтобы сделать фото, нужно запустить камеру, перевернуть смартфон и что дальше? А вот я запустил, а как сделать фотку? Ну то есть мне нужно либо же нажать кнопку вот здесь сверху, тем самым я сразу перекрываю рукой саму камеру, либо каким-то образом дотянуться до рычажка громкости, чтобы сделать селфи. В общем, это как-то дико неудобно, вообще не продумано. Итак, наверное, давайте мы остановимся на той мысли, что в угоду классному дизайну в этом смартфоне Xiaomi просто взяла и утопила свою камеру. Но других объяснений у меня просто нет. К тому же тот же Xiaomi Mi 6 более-менее неплохо фотографирует, если говорить про китайские смартфоны. И на уровне китайских каких-то флагманских устройств он действительно неплох. То, что здесь делали с камерой, ну мягко говоря, не очень. За то, что здесь очень, так это его дизайн. Я уже до этого сказал, что разработкой этого дизайна занимается Филипп Старк. Многие люди спрашивают, а кто такой этот Филипп Старк? Откуда он вообще взялся? Что это за неизвестный дизайнер? На самом деле, в мире дизайна Филипп Старк это невероятно популярная личность. Это человек, ответственный за огромное количество разных проектов. В начале 2000-х годов он там создавал невероятные какие-то свои идеи, внедрял их у разных компаний. К примеру, он создавал дизайн бутылки логотипа пива Кроненбург, знаменитого пива. Он отвечал в 2004 году за дизайн мышки компании Майкрософт. Он в 2002 или 2003 году создавал дизайн сверхскоростного поезда, который до сих пор существует и ездит. Он отвечает за дизайн, да что только угодно. За дизайн разных бутылок для игристого вина, дизайн ресторанов, дизайн домов, музеев ему доверяли реконструировать популярные музеи в Лондоне и во Франции. Филиппа Старка нанимала компания Peugeot для того, чтобы он разрабатывал дизайн велосипеда Peugeot. Также он работал с компанией Горение, создавал дизайн кухни, ну то есть вот этой бытовой встраиваемой техники. Вообще количество продуктов, над которыми он работал, невероятно огромное. Если вы взглядели на его сайт и посмотрите полностью его портфолио, вы обалдеете, сколько проектов он реализовывает на действительно высочайшем уровне. И компания Xiaomi нанимает его создавать смартфон Xiaomi Mi Mix. С тому же она делала Xiaomi Mi Mix первого поколения, теперь он создал Xiaomi Mi Mix второго поколения. Смартфон действительно очень красивый. И здесь неудивительно, что когда он создавал дизайн, он говорил, так ребят, никакой второй камеры вообще. Селфи камера должна быть, ну давайте ее куда-нибудь ставим, чтобы она никак не повлияла на дизайн этого смартфона в целом. Вот как бы и ставили. Да, Xiaomi Mi Mix 2 это невероятно красивый смартфон. Он очень круто ощущается в руке, еще круче выглядит. Безусловно собирает отпечатки пальца на своем корпусе, потому что он очень маркин. Для этого Xiaomi сделали еще и неплохой вот такой вот чехол-накладку из очень приятного пластика. Он по ощущению как бархат. И он тоже классно продуман. Здесь вот прям все как надо. Специальный подступ к вот этой кнопке разблокировки, стаканера отпечатка пальцев. То есть вообще как влитой. И не увеличивает размеры смартфона. То есть тоже выглядит симпатично. Продумали на ура. И теперь становится вопрос, что является главным в этом смартфоне. Мы уже поняли, что камера довольно-таки не главный нюанс этого смартфона. И мне кажется, что вот самая главная вещь в этом смартфоне делится на две части. Это дизайн и экран. И они между собой пытаются как-то балансировать. Про дизайн мы с вами поговорили. Теперь поговорим про экран. По сравнению с первым Mi Mix'ом изменилась диагональ дисплея. Это почти 6 дюймов. 5,99. В первой итерации этого смартфона экран был 6,4. Это была огромная лопата. То есть этот Mi Mix стал гораздо миниатюрнее и удобнее. Это факт. Экран это привычный для нас IPS. И мне он очень нравится. Вот все уже начали внедрять OLED-экраны. А вот я еще не привык толком к OLED-ам. И мне больше как бы близко к душе и глазу именно IPS. И здесь он действительно отменный. Просто отменный. Невероятная яркость. Невероятные углы обзоров. Все вот как надо. Цветопередача не ядреная. Мне нравится этот экран. Безумно нравится. Несмотря на нестандартное соотношение сторон экрана и довольно причудливое разрешение у этой модели, вы наверное не знаете, что компания Xiaomi стоит у истоков безрамочных дисплеев. Оказывается, до того, как она создала первый Mi Mix, она лично обращалась к компании Google с просьбой добавить поддержку безрамочных экранов и нового соотношения сторон в новой версии Android. Это было несколько лет назад. Компания Google приняла как бы этот запрос, почесала затылок и вежливо отказала компании Xiaomi. После этого Google пришла компания Samsung с таким же запросом. И вот уже здесь Google поняли, что что-то происходит, что что-то меняется. Пора бы уже внедрять какие-то новые стандарты. И Google выкатывает очередное обновление. Черным по белому в этом обновлении пишет, что теперь Android поддерживает новое соотношение сторон экрана и на это решение частично повлияла компания Xiaomi и компания Samsung. То есть сложился такой конгломерат, о котором мы на самом деле и не знали, он был не на слуху. Так что именно Xiaomi можно смело называть пионером безрамочных экранов. Когда мы говорим про безрамочность, то мы опять упираемся в вопрос дизайна и внешнего вида устройства. И сейчас на рынке так получилось, что безрамочных смартфонов уже как бы нормально, достаточно. Но красивые из них буквально там три смартфона. Лично мне сразу в голову приходит Essential Phone. Один из самых красивых смартфонов из безрамочных устройств. Он действительно невероятно красивый. Естественно iPhone X, который очень красив. Ими Mix 2. Все остальные смартфоны это что-то среднее. Какой-то вот, не знаю, какой-то альтернатива. Если вы возьмете тот же Galaxy S8, он вроде бы и безрамочный, но и не такой уж и безрамочный. Если вы возьмете OnePlus 5T, тут тоже вроде бы безрамочный, но сверху тоже достаточный запас рамок. Если вы возьмете Pixel 2 XL, это вообще нужно перекреститься и уйти подальше. С точки зрения производительности, это очень проворное устройство. Snapdragon 835. На выбор две версии смартфона на 6 ГБ оперативной памяти и на 8 ГБ оперативной памяти. Да, безусловно, это быстрый смартфон. В Antutu там под 170 тысяч баллов. Приложение запускается очень быстро, но самое главное другое. Он работает на Android 7-го поколения, и при этом здесь стоит уже обновленная версия MIUI 9-го поколения, в которой действительно очень прилично поработали над оптимизацией, скоростью работы интерфейса и запуска приложений. Работает все молниеносно. Передать даже невозможно, насколько молниеносно. И в последнем обновлении, когда компания Xiaomi рассылала пресс-релизы разным изданиям, она четко написала о том, что разрабатывая MIUI 9, они стремились к скорости работы стокового Android, который стоит на Google Pixel. Удалось ли им это? Частично да. Частично да, потому что и анимации, и все срабатывает очень-очень быстро. И если сравнивать лоб в лоб, то, конечно же, разница маленькая есть, но все равно это тоже прогресс. А вот с точки зрения мультимедийности все довольно-таки странно. Во-первых, как вы знаете, у этого смартфона нет разъема 3,5, соответственно, он, так сказать, заточен под беспроводные наушники, но у компании Xiaomi вроде бы есть беспроводные наушники, но очень нишевые, то есть спортивные какие-то модели. Альтернативы, к примеру, AirPods, которые лично я безумно ждал, они так почему-то не сделали. Видимо, технологический процесс не позволяет им это сделать. Однако у Xiaomi есть альтернативные наушники, одно, которое, кстати, я уже готовлю, называются они Xiaomi Anc. Это наушники с шумоподавлением, которые подключаются по USB Type-C. То есть, если у вас есть Android-смартфон без выхода 3,5, то эти наушники можно смело рекомендовать для использования и на других Android-смартфонах. Стоит они около 50 баксов, но это уже другая история. Звук в смартфоне вроде бы стерео, он доносится отсюда и отсюда, но вот по качеству, по глубине, по громкости, он, конечно же, не дотягивает до современных флагманов, до того же iPhone 8 Plus, либо же iPhone X. Те смартфоны звучат значительно выразительно. Смартфоны Xiaomi славятся хорошим временем автономной работы. К тому же у них есть смартфоны, объем аккумулятора которых просто как-то невероятно, по 5000 мАч, по 5400 мАч, но в этом смартфоне из-за габаритов компании пришлось использовать аккумулятор на 3400 мАч. Казалось бы, это немало, но сказать, что он прям какой-то рекордсмен по времени автономной работы нельзя. К примеру, тот же Samsung Galaxy S8 Plus работает дольше, чем этот смартфон, хотя у них приблизительно одинаковое время автономной работы. То есть нельзя сказать, что он быстро разряжается, но и нельзя сказать, что он там прям работает по 7 часов экрана и прочие вещи. На полный рабочий день вам хватит. Где-то с 8 утра до 9, до 10 вечера он продержится. Дальше вам придется его, конечно же, заряжать. Благо здесь поддерживается быстрая зарядка от Qualcomm, и он будет заряжаться довольно-таки быстро. В остальном, что сказать, это действительно приятный эстетический телефон. С некоторыми нюансами, с некоторыми вопросами, особенно к камере. Я приблизительно понимаю, для кого создавался Xiaomi Mi Mix 2. Этот смартфон создавался просто менеджерами компании Xiaomi, топ-менеджерами компании Xiaomi для самих себя. То есть люди, которые хотят иметь в кармане дорогущее устройство с точки зрения дизайна, с точки зрения эстетики, чтобы можно было взять руки и сказать, ну вот, как бы да, скульптура. Да, это скульптура, только с нюансами. Топ-менеджеры наверняка не пользуются камерой, они не ходят, не фотографируют, у них нет на это времени. И я уверен, что в реальной жизни есть такие же люди. Занятые люди, которым нужно просто роскошное устройство, которое приятно холодит руку. Которые возьмут его, вызовут секретаршу, раздадут задание своим каким-то там, не знаю, сотрудникам. Максимум, прочтут почту и посмотрят погоду. Все. В остальном у них просто бизнес-класс устройства, красивое, роскошное. Но не для того, чтобы ходить и проявлять себя как-то творчески. Вот, как бы, это мое личное мнение. Это было мое довольно субъективное мнение о смартфоне Xiaomi Mi Mix 2. Приятное устройство, я с ним с удовольствием хожу, пользуюсь им. Оставлять как основное устройство я себе его, конечно же, не буду. Но вы смотрите сами, как бы стоимость этого смартфона не настолько высока, чтобы его слишком там гнобить. И чего-то подобного на рынке, ну не так уж и много. Если вам нужна камера, то, наверное, это не ваше решение. Если вам нужен смартфон с классным экраном, обалденной производительностью и при этом красивый, да, почему нет. К тому же, если вы доверяете марке Xiaomi, то можно брать. Однако происходит диссонанс. Ведь у нас Xiaomi всегда ориентировалась со смартфонами доступными. С хорошим соотношением, цена-качество, когда все как бы прям классно усреднено. Но это не такой смартфон, это смартфон-исключение. Это был Иван Лучков, и я передаю слово Валентину. Вот о чем я и говорю. Ване этот аппарат вызвал какие-то эмоции. Он сделал очень годный ролик, как мне кажется. И еще раз, мы разыгрываем Mi Mix 2. Ставьте лайк, один комментарий, будьте подписаны на VELSACOM и получайте вот эту радость. Кому-то она понравится. Ну а я пойду еще какую-нибудь дичи найду, как обычно. И в следующих роликах вам о ней расскажу. Пишите в комментариях, что вы о всем этом думаете. В том числе и до новых встреч. Пока.